о здравствуйте здравствуйте я сегодня чуть-чуть сумасшедшая есть какие-то у нас маленькие проблемы мы сегодня улетаем с михаилом нью-йорк поэтому только я могу в день отлета придумать эфир и отвечать быстрые на звонки и так далее ну кто у нас присоединяется потихонечку присоединяйтесь чего-то вы сегодня друг с другом не здоровайтесь отлично и тут и тут все окей фейсбуке идут молите я конечно придумала тему ирина куриная здравствуйте ли она здравствуйте оксана здравствуйте всем здравствуйте и назвала ее мой путь к успеху я даже знаю заранее какой вопрос будет у моего мужа почему твой путь к успеху они наш путь к успеху все-таки мы два человека у миши тоже свой путь к успеху он до меня до того как мы начали компанию доктор но на точно прошел нелегкий путь и я считаю что его успех не менее важен чем мой успех и он был очень успешный человек по жизни ну во первых только потому что встретил меня но до меня он выиграл суд у кока-колы будучи новым репатриантом в израиле и отстоял свои выиграл большую сумму денег то время огромную сумму денег у кока-колы победить суд вы представляете какая артиллерия адвокатов было у кока-колы и как миша удалось это сделать поэтому у него свой путь к успеху у него свои жизненные позиции у меня свои жизненные позиции ну начнем я накидала и каждый каждую минуту я вспоминала что-то новое что у нас случалось по пути и я думаю что за одну за одну передачу ну все выскочила совпаяж просила не звонить так я выскочила с эфира сейчас я быстро восстановлюсь о напиши или позвони вот я накидала каждую минуту я вспоминала еще детали еще детали еще именно нашей компании в августе будет 29 лет поэтому путь к успеху он такой всеобъемлющий что я думаю что за один прямой эфир мы не уложимся но мы никуда не торопимся я думаю что это очень важно вам знать с кем вы работаете почему мы вместе и вы огромная часть моего и нашего успеха мне часто журналисты присылали вопросы и я построила как бы сегодняшнюю встречу на вопросах которые мне присылали и мы постепенно будем открывать вспоминать как и как я шла как мы шли и так далее первый вопрос что вы помните яркого из детства я помню как я прикасалась папиной шинели когда он меня забрал из боткина в ленинграде после полиомелита и я думаю что вот когда я щекой касалась к его шинели это было но самое яркое сенсорное такое воспоминание из детства хочу сказать что конечно я выросла в огромной любви я была избалованный ребенок до предел даже такую деталь могу сказать что когда я была уже замужем первый раз за меня стирали стирала мама мои вещи а папа каждую каждый вечер приходил к нам спальню становился передо мной на колени и целовал мне руки вот такая была у него сумасшедшая любовь ко мне правда через полгода после свадьбы он ушел я помню из детства фразу которая которую я пронесла через всю свою жизнь мне мама всегда говорила ты кошка который всегда падает на четыре лапы и вот какое бы обстоятельства в жизни сложное не было я сразу вспоминаю эту фразу вообще я родилась благодаря черной кошке которая мама не хотела меня рожать папу посылали учиться зачатая была в киеве когда папа учился в училище а мам потом его перевели в ленинград в в академию связи продолжать учебу высшее образование военное а мама не хотела ну сидеть дома она всегда работала всю жизнь работала хотя моталась по гарнизонам и и она хотела сделать аборт и когда он они пошли делать аборт это было в киеве черная кошка перебежала дорогу и папа так и я за плечи развернулась сказал нет раечка рожать он очень надеялся что она родит второго мальчика получилась девочка и ну я всю жизнь купалась в любви родителей это конечно да дала мне силы и энергию на всю жизнь поэтому я стараюсь это передавать своим детям а сегодня уже и внукам главное чтобы они знали что их любят без всяких условий из юности что вы помните ярко вы из юности но мы будем так потихонечку идти к доктор но не смотрите поскольку папа был военный за 10 лет я сменила весь школ и омс-томске киев калининградская область совет гусев все эти города и я помню в гусеве гусеве со мной училась девочка ее звали света фамилию конечно не помню она была старше нас не очень хорошо училась но такая воспитанная с хорошей семьей девочка и она красила глаза в школу в те времена вы представляете во первых это вопреки правилам им меня это потрясло что можно идти вопреки установкам которые приняты в обществе вопреки правилам и вот я ее помню до сегодняшнего дня и она мне говорила главное в жизни любовь особенно для для женщин для девочек когда она говорила главное в жизни любовь как какие школьные друзья и кого вы помните ну я помню и до сих пор мы общаемся минске я заканчивал 10 класс и минске я поступила мед институт мишу геллера мишу геллера мы вдвоем шли на золотую медаль но он не получил вот а я закончила школу на отлично и и это было очень важно для меня потому что тогда можно было бы пройти без экзаменов но скажу сразу у меня страдал русский язык у меня была одна четверка то есть не золотая медаль а серебряная и таким образом мне пришлось сдавать экзамены в мед институт но слава богу я прошла так как я готовила всего два предмета с медалистом надо было два предмета сдавать а на втором экзамене я по моему получила четверку и мне надо было сдать третий на пятерку третий экзамен была биология я выучила одну тему и она мне попалась билете то есть меня бог всегда вел по счастливой тропе ваши замужества и почему заканчивались с разводами я никогда не держалась за мужчин ну первое замужество было потому что я очень хотела родить ребенка уже прошло пять лет после онкологии в 17 лет ну это везде у меня написано у меня была лимфосаркома я год пролежала военно-медицинской академии в Ленинграде в двух отделениях сначала в гематологии потом в хирургии я видела смерть в 17 лет каждый день из нашей палаты увозили вперед ногами женщин и я вот помню со мной лежала армянка и она мне говорила живи девочка ты должна жить я была одной из первых операция длилась 6 часов мне перерезали сонную артерию в общем на то время китайские врачи проходили военные стажировку и они сшили мне ее а когда профессор вышел и сказал я сделал что мог но мы перерезали сонную артерию мой папа потерял сознание и все бегали вокруг него и когда меня вывезли никто не верил что вывезли живую а они сшили ну давление было низкое я была белая как полотно меня положили в палату смертников одну чтобы ну не травмировать остальных пациентов но я осталась жива ну это отдельная история видно я должна была создать компанию доктор дона и у меня была своя миссия было рано умирать я была одной из первых кто прошел химиотерапию тогда только появились первые препараты химиотерапии венбластин и венкристин и моя мама их покупала за валюту в те времена это семидесятый семьдесят первый год ну прошла и я сегодня уверена что смерть можно победить очень много зависит от состояния внутреннего состояния самого больного я помню у нас была пациентка чуть перескочу у которой был уже рак с метастазами по всему организму это был рак груди по-моему уже были метастазы в костях в легких и она приехала сюда и сказала я должна прожить еще 4 года а уже все она не кушала ничего я говорю почему только 4 мой сын тогда закончит школу и не попадет в детский дом она была разведенной и вы знаете она кушала раскрывала наши капсулы она первая кто раскрывал оксин она жила на оксине она жила она тогда еще по моему даже рапсина не было но основные капсулы была оксина чайгансин и вот она почти ничего не ела ну иногда жидкую пищу потому что уже был пораженный пищевод и вообще все и она прожила 4 года пока сын закончил школу и не попал в детский дом ваши мечты в юности почему я решила стать врачом я немножко перескочила в 12 лет у меня был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе и я год пролежала в гипсовой кроватке это было в Ялте и нас вывозили это санаторий был такой военный специализированный на восстановлении после переломов и тяжелых заболеваний нас вывозили ночью дышать свежим воздухом в спальных мешках и я не могла уснуть очень долго я смотрела на звездное небо и дала себе тогда клятву быть врачом и помогать людям так почему же разводами мне кончалось потому что ну первый я просто спонтанно вышла замуж потому что моя мама сказала мне доченька пора замуж выходить а то останешься старой девой а мне ничего не интересовало я не ходила ни на какие вечеринки ни на танцульки никуда я сидела все время и училась мне мне больше всего нравился этот процесс познания я должна была быть лучше и она говорит у нас там сосед живет ну построим у глазки короче я построила глазки а он как раз расстался со своей девушкой он был военный тоже в летных войсках технических служил и такая была молниеносная свадьба когда я первый раз узнала что меня могут не любить меня могут ненавидеть моя первая свекровь Блюма Матвеевна она тогда сказала за то что я не не взяла фамилию мужа она сказала на колени я сказала нет ну в общем это была веселая свадьба которая закончилась рождением сына Давида к которому мы сегодня летим и я хочу сказать ну не было может быть химии может быть я не созрела для семейной жизни были причины покруче у него было психическое заболевание когда он сидел в палатке уже перед тем как его комиссовали на них падал самолет он служил под Хабаровском по-моему это было ну ему было очень страшно и потом он вел себя неадекватно и когда я его вытащила из петли от Димки было всего два месяца я сказала мы с собой разводимся ни минуты не жалею что родила от него сына мой первый муж был гениальный он и сегодня гениальный он жив и Дима с ним как-то поддерживает отношения хотя когда ему был годик вы представляете он отказался от сына чтобы не платить алименты у меня конечно судьба не для одного тома романов а для многосерийного фильма ну и второй муж был по любви врач все было хорошо цветы конфеты букеты и лишь после свадьбы спустя полгода я узнала что он запойный алкоголик и я себе дала слово что я его вылечу от алкоголизма он был с очень такой знаменитой семьи дедушка был министром здравоохранения Белоруссии не Симбаум а папа был главврачом психиатрии поэтому я много дежурств брала там и много чего с психических болезней знаю на сегодняшний день мама была тоже детским главврачом рентгенологом то есть такая семья благополучная и все от меня скрылись что он запойный алкоголик они были счастливы что мы поженились и конечно в большой любви родилась Фаечка у вас сегодня есть духи Фая и я хочу сказать что эта девочка у меня все дети несмотря на то что я там разводилась и были те или иные обстоятельства были очень желанные очень любимые очень долгожданные потому что рожать детей после онкологии вообще 9 месяцев так даже не было ни УЗИ никаких проверок это было страшно это было стрёмно это было рискованно и и я всегда все делала вопреки вопреки не знаю откуда у меня были эти мысли работа в Вильнюсе во дворце спорта это уже было прямо перед самым отъездом мы переехали со вторым мужем в Вильнюс для того чтобы уехать в Израиль 9 лет я сидела в отказе я не знаю кто-то знает что такое отказ когда Авир не дал разрешение на выезд и дал разрешение когда моя мама уже умирала от рака и это было все очень страшно но я до сих пор помню сколько мне сделал хорошего Леньги нас его звали и были и стычки с медсестрами вы представляете пришла молодая цветущая имея на руках новорождение тогда в Хаинке исполнился годик даже меньше еще и годик не исполнился я вышла на работу в Вильнюсе в дворце спорта и меня вы конечно восприняли в штыки медсестры и на первом заседании они со мной говорили по-литовски я сидела у меня такой взгляд я не знаю откуда это что несмотря на каком бы я языке не говорила люди думают что я их сто процентов понимаю и они думали что я понимаю когда они высказались каждый рассказал про себя на литовском языке я встала и сказала друзья мои с сегодняшнего дня мы будем говорить по-русски потому что литовский я не знаю ну конечно я некоторые фразы до сих пор помню например гаражи моторис красивая женщина я уже тогда получала комплименты и вот именно тогда я поняла что я не замухрышка я всегда считала ну после полиэмилита после перелома позвоночника после уродующих уродливого шрама на шее я всегда себя считала некрасивой еще моя мама умудрилась такую фразу говорить что одна дочка у меня красивая вторая умная ну я была умная а Софа была красивая и конечно это отразилось и именно в Вильнюсе я поняла что я женщина что я могу очаровать мужчин и достичь того женскими хитростями того что вы хотите это очень важно ну и тогда мы получили разрешение на выезд мама уже не подымалась еще на моих руках был 87-летний дедушка папа папа моей мамы и мы выезжали с двух государств ну с двух республик тогда и в 87-м году когда Горбачев пришел к власти открыли ворота и я получила разрешение на выезд и на похоронах мамы представляете были страшные времена я сказала сегодня вы прощаетесь не только с моей мамой но и с нами мы уезжаем в Израиль с детьми и это было так я никогда не думала что мы вернемся вернемся в Россию что мы сможем когда-то побывать в Ленинграде даже на той квартире где я выросла это были времена когда ты уезжал навсегда ну сегодня тоже страшные времена не буду про это и восемь седьмом году с двумя маленькими детьми с дедушкой я приехала в Израиль вы знаете это было удивительное время тогда еще не было иммиграции девяностых годов нас было четыре семьи в Ульпане Ульпан это место где ты живешь и учишь и брит и я сразу начала искать работу и тут подсуетилась моя сестра она нашла мне работу в гериатрии и там время неумолимо бежит и там я зашла в гериатрию а я тогда не знала что есть йеменские евреи они темнокожие негроидного типа и я увидела эти черные пятки засохшие такие тела и мне стало так дурно я сказала я уволилась через неделю оттуда и сказала сестре я не для этого учила семь лет чтобы помогать уходить умирающим в мир иной но это так и было что мы облегчали им состояние давали обезболивающие и в это время я услышала что есть конкурс Тель-Авивский университет преподавание анатомии хочу сказать анатомия это мой любимый предмет почему потому что когда я поступила в мединститут и мне поставили диагноз лимфосаркома и моя мама сказала мы летим в Ленинград на лечение потому что в Минске мне предложили удалить глаз верхнюю челюсть первый узел был на верхней челюсти около синуса и первая опухоль и она сказала ну лучше пусть моя девочка уйдет чем будет в таком состоянии но все равно ей сказали что я не выживу и она меня повезла тогда в Ленинград потеряла мысль как всегда и я решила уже тогда что буду делать все чтобы помогать людям и и приехав в Израиль да и анатомия почему анатомия нашла мысль потому что я тогда привезла с собой учебник синельникова атлас синельникова вот такой анатомии и целый год я учила только анатомию конечно когда я уже училась то есть мы взяли академический отпуск потом когда я восстановилась анатомия любую от меня отскакивала но за год я ее выучила весь атлас синельникова и но вопросы по анатомии во время конкурса извините практически не было меня там спрашивали биохимию микробиологию давали перевод с английского а я учила всю жизнь немецкий с английского на иврит иврит через полгода вы можете себе представить как я знала и когда я закончила подошел профессор ко мне барух и сказал я тебя беру за наглость ты так смело все отвечала ну я пришла в кафедру и был русский кобылянский профессор но со мной никто не говорил на русском ни ну все время обучения восемь лет преподавала ни одной фразы вроде никто не запрещал я опять с этим атласом синельникова раздобыла его чтобы восстановить знания и вот меня послали в анатомичку надо было к школьному году подготовить там семь трупов по моему мне дали отпрепарировать к школьному году я даже не знала что такое диссекция что есть специальный учебник по диссекции методичка как что делать а я по атласу синельникова приготовилась к учебному году и все смогла и прошла ну конечно это была работа на кураже я обожала учить кого-то я обожала студентов и в один момент пришел завкафедра и сказал с этого года что ты будешь вести американскую группу какую американскую группу я еле на иврите так говорила он говорит меня это не интересует у тебя есть два месяца летних подготовься и вот мы нашли преподавателя с южной африки он к нам приезжал домой на велосипеде а остальное будешь сама учить и вот он мне говорит ты через восемь уроков заговоришь даже не заметишь и вот и я стою через два месяца восемь уроков прошло и студентка делает диссекцию трупа я говорю be careful будь осторожна и вдруг я замечаю я говорю на английском вот ну конечно сыграла роль моё бесстрашие мой оптимизм а самое главное поддержка шнерсона всегда и во всем и вот когда я преподавала уже в университете вы многие слышали этот рассказ нужно было сделать научную работу хотя бы одну научную работу иначе ты не не остаешься в штате преподавателей и тоже там был старый профессор меня к нему послали и он мне сказал ну что можно какое открытие можно сделать в анатомии он говорит ищи в венах и я начала делать диссекцию наружной ремной вены экстерна дюгулярбе и нашла что там не только септумы клапаны а там есть полные перегородки в большом 14 процентах это большой процент людей мы даже не знаем что у нас там белых есть и когда повышается давление то возникает турбуленция крови и это приводит к быстрому тромбообразованию и люди от этого умирают и меня тут же пригласили на преподавание в канаду после этой публикации этой работы но это было очень интересно и мы параллельно вели с мужем клиники клиника называлась леном как она и сегодня называется была про меня статья об идиотах работ это одна из центральных газет про мои методы лечения а я тогда занималась акупунктурой сугестивным внушением филиппинскими операциями вы много про меня не знаете и после этой статьи в идиотах ранот была очередь на три месяца вперед уже тогда я я начала понимать что мы можем зарабатывать огромные деньги ну в то в то время мы зарабатывали с мужем 100 тысяч шекелей ну я еще и преподавала анатомию там тоже была зарплата что такое 100 тысяч шекелей это тогда около 30 тысяч долларов в месяц в месяц то есть мы не начинали компанию доктор нона с глубокой нищеты мы уже знали что можно зарабатывать но на чем что нас сломило почему мы все таки создали эту компанию и в то время в то время уже были сетевые компании в израиле это санрайдер это не увейс это герболайф и так как четырьмя руками помочь такому наплыву больных было невозможно ко мне приезжали больные за границы с австралии отовсюду потому что я занималась такой патологией которая называется мальтипульсклерозис рассеянный склероз это когда поражаются клетки мозга и они замещаются на глиальную ткань и человек садится на инвалидное кресло и вот мы занимались тем что у меня люди через 10 сеансов вставали на ноги начинали ходить подымались была такая уже тогда было такое признание такая слава ну еще я привлекала к лечению змею которую я назвала в честь жены моего босса упрямого босса в Тель-Авивском университете Сильвия вот она многие дистрибьюторы когда приезжали видели мы фотографировались со змеей почему змея когда я училась в мединституте на кафедре фармакологии я всегда увлекалась наукой это это было для меня самое главное не делай то что не делай другие и тогда мы лечили эпилепсию с помощью змеи лечения но в университете тогда были кобры их не не надо было ложить на больного ничего просто когда они находились террариум если больной сидит напротив фактора вызывающего дикий страх то он мобилизует свои резервы и вот мой метод тоже включал в себя змеи лечение и ну поток людей не давал возможность что-то дать на дом ну что-то как-то продолжить лечение дома и тогда на нашем пути появился дистрибьютор компании санрайдер дрорных димон и он сказал нона ну займись великолепные препараты препараты действительно хорошие никогда не хают другие сетевые компании ну там был элемент который мне мешал например привыкания и я одна из первых кто написал книгу врачебную как применять как альтернативную медицину препараты санрайдера там конга я уже все не помню и он мне сказал фразу сетевой маркетинг это ковер самолет ты полетишь туда куда ты хочешь и ну потом это я прочла в книге Джона Калледжа и я мы мы были с мужем влюблены вообще в систему сетевого маркетинга ну смотрите преподавание в университете до четырех дня с восьми утра потом частные клиники с пяти до десяти вечера дети росли у меня как трава это это просто у меня не было времени ну слава богу какое-то время с нами жил дедушка восьмидесяти семилетний уже восьмидесяти восьмилетний уже девяносто летний дедушка умер сто лет и три месяца так я его поддерживала энергетически и мы задумались над тем что надо создать что-то еще альтернативное не не работай только руками и в это время я делала научную эту работу про которую вам начала рассказывать и часть работы была на кафедре микробиологии и вот я захожу надо мной все смеялись я ходила на шпильках как русские женщины в израиле никто не ходил на каблуках всегда улыбалась я смеялась и он мне говорит иди сюда хохотушка посмотри в микроскоп этот свиновод мертвое море живое это архибактерия ну я посмотрела микроскоп такие черные палочки бегали живые были и я когда пришла домой и рассказала это мужу он сказал вот эврика то есть не мне вы обязаны созданием компании доктор но а михаилу шнерсону он сказал мы сделаем это и мы тогда нашли людей которые занимались микробиологией начали вообще так подполь в иерусалимском университете мы выращивали архибактерию потом создали свою лабораторию создали группу ученых и начали появляться наши первые препараты и когда это я ответила на вопрос почему сетевой маркетинг вы можете сегодня имея такие инструменты мы раньше не имели ни фейсбука ни телеграмма ни инстаграмма ни ютуба ничего это ноги в руки язык свой и свою энергию из уст в уста мы так продвигали продукцию сегодня конечно это можно делать гораздо я бы сказала проще намного проще чем это было раньше хотя вы скажете ну раньше все верили в сетевой маркетинг пробовали никогда бесплатно сыр бывает мышеловки с неба никому ничего не падало не тем кто сегодня занимает владимир савельевич первый завез это в москву и сделал огромную работу не клара ларионова которая достигла таких вершин ничего бесплатно никому не упало это огромный труд построить свою структуру ну тут еще один вопрос я пропустила как родилась рут на прошлый на прошлом прямом эфире я вам рассказала потому что у меня эндометриоз и мне сказали или удаляем матку или ты рожаешь ребенка я выбрала рожать ребенка и и родилась и родилась рут но в то время у нас были долги большие с мужем он тоже ушел от жены и мы платили большие элементы его бывшей жене и завод миша не смог продать неустойку огромную надо было платить мы залезли в суды и на дело пришлось одалживать деньги на сером рынке огромный риск и уже вроде начали компанию сетевую доктор нона а денег не было нечем было платить нечем было отдавать за долги но мы все время мечтали и тут передо мной встала дилемма ну с деньгами получилось так два года мы как бы крутились вот 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 деньги придут но деньги не пришли долг был больше 50 тысяч долларов представляете какие выплаты в то время было это как полмиллиона сегодня долларов и мы пошли в банк взять суду они говорят а если что вы продадите квартиру если вы не сможете вернуть банк банк это еще хуже чем серый рынок не знаю что хуже и то и то плохо и то плохо и мы продадим квартиру и мы продали квартиру мою это в принципе вот это был в израиле мой первый риск меня спрашивает какой ваш первый риск был в израиле покупка квартиры я тогда не знала где этот ришин лицеон еще не было шнерсона я поехала в ришин и купила квартиру мне государство как матери одиночки с двумя детьми и выделила квартиру ваш доме на четвертом этаже бесплатно обидар это называется я поднялась на четвертый этаж деду восемь семь лет и я сказала зачем я девять лет сидела в отказе чтобы подняться на четвертый этаж откуда мой дед не сможет выходить на улицу а зашла подъезд кошки на подоконниках все воняет кошачьей мочой как будто вчера тут стреляли все стены облуплены окон нету на лестничной клетке я оттуда выскочила как ошпарин на завтра поехала и купила квартиру подписала договор не посоветовавшись ни с кем ни с сестрой я не знала как срешено вернуться назад как вас ждут и потом я ей рассказала а она говорит я за тебя мошканту ну эту суду за квартиру платить не буду и пошла в банк и сказала не давайте ей суду она ну не сможет выплатить квартиру ну короче банк уже дал и я ей сказала я буду работать день и ночь так и происходило мы работали с михаилом день и ночь день и ночь и мы выплатили и когда начался бизнес смотрите чем сегодня рискует сетевик подписывая контракт с доктор ноной пятьдесят долларов он теряет если потом передумает или несколько баночек которые он не сможет купить у нас у нас нет обязательства покупать количество продукции как было в гербалайфе вы практически ничем не рискуете и мы продали квартиру мы пошли с тремя детьми на съемную квартиру уже тогда родилась рутка и а бизнес деньги не приносим и вот так прошло два года и потом потом мы начали ездить а когда мы начали ездить мне миша сказал все ты не можешь продолжать университет бизнес клиники и так далее я думаю одно из самых тяжелых решений это не продажи квартиры это было то что мне надо было решить оставить университет а в то время и сегодня также преподаватели университета могут обучать в этом университете своих детей бесплатно знаете что такое трое детей которые потом могли бы учиться бесплатно в принципе обучение очень дорогое вот рита она просто гениальная девочка она училась все годы на гранты и кстати тоже преподавала анатомию когда была студенткой в Тель-Авивском университете сегодня она уже оперирующий хирург мамочка маленькой девочки и я никак не могла решиться и вот мы начали первые презентации значит клиника находилась в Берцеле там же на втором этаже мы сняли маленький офис ну комната клиника была ну такая достойная уже оборудованная потому что ну мы мы все с Мишей все что зарабатывали мы не в вышку под подушку а мы вкладывали в дело и в то время уже были три кровати в то время у нас было три клиники лином в Герцеле в Аждоди и в Тель-Авиве и все это надо было ну как бы раскручивать и работать на трех местах в то время я еще брала частные визиты к пациентам которые не могли приехать с рассеянным склерозом я ездила я в день наезжала по 200 километров мне сегодня стыдно потому что в 18 лет я не сидела за рулем а сейчас я опять села и девчонки надо мной смеются говорят ну мама ну ты же ездила всегда как бог не знаю чем дороже машина тем больше страх но это 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 наши русские русская ментальность машина это железо все равно не хочется я не думаю про то что со мной может что-то случиться я думаю про то что может что-то с машиной случиться и тогда когда Миша мне сказал делай выбор и в этот день шел такой ливень а мне надо было добраться на первой презентации первой презентации проводили в герцелии сначала мы нанимали косметолога француженку и она рассказывала про наш продукт я так посидела и думаю а мне надо было переводить я посидела посмотрела и решила я это сама смогу делать ну уже опыт преподавания был и на русском и на иврите и короче говоря я решила сама преподавать и каждый день каждый четверг тогда уже пришел Олег Явник на работу у нас была прекрасная команда он привез с собой привел Мишу Наси Миша Наси начал работать дальше я расскажу про искушения которые возникают у любого человека это нормально и и я себе сказала если я сейчас доеду вовремя до компании я ухожу с университета ноги были до колена в воде вы не представляете что такое ливень в Израиле это как будто сверху льется ведро воды и я приехала вовремя я провела занятия мокрое зубы стучали и в итоге я ушла с университета правда по частям я уходила сначала на полставки осталось а потом когда начались поездки первые поездки девяносто пятый девяносто шестой год пришлось уйти расскажу немножко первые поездки в Москву смотрите все-таки во мне все время говорил врач и сегодня все лечат нашими препаратами вчера Руд сказала гениальную фразу что это не ее фраза это фраза из аюрведы здоровье это не цель это ресурс для качества жизни и вот в принципе я все время сегодня говорю друзья мои здоровье нам нужно для качества жизни и то что продукты компании дают это качество жизни первые продукты это был наш динамический крем наш знаменитый динамический крем и вот когда я первых пациентов чтобы облегчить себе жизнь перед иглотерапией намазывала динамический крем представляете я только тогда поняла какой это могущественный крем что может сделать архибактерия и мой больной которым я занималась года два до этого а тут продолжилась динамическим кремом он стал с инвалидной коляски ашер мы даже фильм тогда снимали для меня это было все вот мы создали божественный продукт уникальнейший продукт ну конечно потом начались исследования когда уже появилась своя лаборатория и сегодня мы дошли до жизни такой что у нас два патента международных синерги архибактерии доналиелы вот это для меня успех это я чувствую как мы можем помочь миллионам людей сегодня только надо брать и нести это людям и рассказывать не на платформах продавать как обычный крем для увлажнения а именно могущество возможности этой продукции мы должны давать людям путь к резервам ресурсам организма вот что делает наш продукт ресурсы резервы нашего организма будет и вы в этом каждый уже сегодня убедились и вот первая поездка в москву тогда появился Володя Гершанова когда он приходил первый раз это было в герцели он приходил в зеленых штанах я как сейчас помню почему салатовые штаны я не знаю а сзади у него был пистолет он жил на территориях в Израиле и получил право на оружие и он пригласил нас в Москву первые поездки друзья мои мы останавливались у знакомых ну денег не было бизнес многие думают что открыть бизнес я сегодня такая крутая у меня чек 15 тысяч долларов я возьму открою бизнес зачем мне доктор нона и зачем нам шнерсон я мы сами с усами умные люди этого не сделали но бизнес жрал все и даже приходилось докладывать и докладывать сказать что шел мифический заработок нет нет дистрибьюторы зарабатывали мы с Мишей все вкладывали бизнес единственное что мы тратили у нас с нами жила няня потому что без этого было невозможно постоянные поездки детей же надо было с кем-то останавливать чтобы они друг друга не поубивали тогда разнополые дети знаете какие драки бывают и вот мы приехали первый раз в Москву и мы затеяли медицинскую конференцию медицинское обучение я тогда собрал мы собрали где-то 14 врачей и вот мы начали с медицинской части потому что мне это было сродни мне это было легко объяснить мне было легко показать как и что у нас были таблицы на каждый крем это первый продукт и динамический крем бальзам под глаза еще даже солярица тогда не было грязевая маска и ночной крем а потом уже появился соляриц и мы жили по знакомым и вот первое мы поселились в семье мы никого не знали мы два таких интеллигентных человека и нам утром находим записку возьмите в холодильнике все что найдете позавтракайте мы открываем холодильник вот такой кусочек масла ни одного яйца и наверное такой же кусочек заплесневелого сыра и батон там четверть батона ну мы уже все таки приехали с деньгами и я говорю Миш пошли в магазин мы спустились в первый магазин и там берем яйца продавщица говорит Миша вам яйца в карман мы уже все таки израильтяне а Миша уже такой около тридцати лет в Израиле он так смотрит на нее мешочек доставай ну все очень ласково про про обочной магазин где у продавщицы был подбитый глаз и вообще не хочу рассказывать как картошку тоже насыпали короче мы затарили холодильник этим друзьям второй раз когда мы были в Москве мы жили уже у семьи у нас работала дерматолог тогда тогда мы все таки шли по пути медицины потому что все знают что мертвое море это нейродермит это псориаз это атопический дерматит и как-то по этому направлению мы взяли даже на работу на полставки дерматолога и у нее папа профессор лицевой хирург не знаю он жив или нет но очень красивая женщина жена которая сказала хочу умереть молодой умерла молодой не проснулась от наркоза от элементарной операции так у нее была собака мастиф и этот кобель меня влюбился значит утром когда миша если выходил из комнаты он вот так надо мной нависал и смотрел я боялась пошевелиться вот ну короче она при ревновала собаку к нам эта хозяйка ну это люди все незнакомые и вот 14 врачей Володя собрал а мы ездили со встречи на встречу мы разговаривали мы рассказывали про наши уникальные продукты главное было донести людям зажечь эту искру и мы приехали на одну из встреч Володя точно это не помнит и по-моему у Володи был день рождения я уже не помню и на кухне стоял нет в комнате где собирались дистрибьюторы стоял торт начатый он берет Володя этот торт уносит его и прячет в холодильник мне было я была такая голодная я когда рассказывала начала объяснять продаж продукта я просто давилась соленой потому что я так хотела кушать ну чашку чая слава богу дали вот это были такие моменты просто люди не понимали что мы глава фирмы глава компании шнерсон и доктор нона не имели возможности поесть перед перед встречей это было интересно ну про искушение вот в то время с нами начинала работать я всех конечно не помню Ольга Сущинская великолепный врач великолепный язык она могла донести препараты препараты как не знаю кто ну в общем я сама смотрела ей в рот и вот мы поехали была первая поездка с ней мы поехали в Краснодар нет Красноярск я всегда путаю Краснодар и Красноярск и нас повели на площадку на Енисей и мы стоим и подходит девушка с медведем хотите сфотографироваться столько это стоит ау и вот прямо к Ольге в сумку этот медведь лезет она говорит доктор нона он динамический крем учил она открывает крышечку тогда была простая баночка медведь съел пол банки там не была полная банка динамического крема и она сказала фразу животных не обманешь и я помню мы часто тогда рассказывали этот рассказ животных и детей не обманешь это действие продукта это то что нужно а это девочка которая хотела фотографировать потом его от нас оттянуть не могла этого медведя так вот ольга когда получил заработала на квартиру дочки купила получила в подарок машину от компании и решила что ну она не хуже доктор нона я не я не сомневаюсь что она не хуже и она начала прыгать по компании все кто тогда покинул нас вообще все кто покинул нас по истории я хочу сказать никто не достиг никаких результатов все потом как-то падали и искушение заканчивалось крахом потому что бизнес это не только продажа это не только построение сети вот Рут Михайловна она всегда рассказывает кто стоит за кулисами какие сложности вы этого всего не знаете вы кричите да выпустите столько соляриса сколько мы хотим съесть есть поставщики есть ингредиенты есть GMP есть масса проверок Минздрава все это за кулисами есть разрешительные документы которые если меняешь один ингредиент вдруг вышел закон такой-то ингредиент нельзя мы его достаем меняем на другой а это тысячи долларов друзья мои все это стоит огромные деньги закулисная работа содержание складов оправка контейнеров это все огромная работа ну мы немножко отвлеклись здесь первая поездка в Киев мы останавливаемся у каких-то знакомых которые нам пообещали сделать разрешительные документы и мы тоже ездим делаем презентации первой презентации если было 70 человек то это был огромный успех продукты мы привозили в сумки тяжелая сумка на метро и вот мы стоим ждем наш поезд и вдруг подходит парень как будто слепой говорит как пройти на ту или другую станцию ну Миша ж коренной киевлянин он так гордо ему начал объяснять и в это время у него вытащили кошелек где были все наши деньги и самая страшная записную книжку в которой были все контакты так даже еще не было по-моему у нас даже сотового телефона не было при первых поездках ну короче мы остались без денег об это время еще у нас взяли с нас тысячу долларов на разрешительные документы и кинули нас и мы убегали с этой квартиры я даже не помню где мы переночевали потом улетели в Израиль это было то еще приключение но вот верышный эрсонов что хороших людей больше спасибо солнышко что ты есть в моей жизни что ты мне столько дал сейчас заплачу и спустя двадцать лет эта женщина которая нас кинула на тысячу долларов нашла нас и вернула и вернула нам эти деньги вот так бывает ой уже я увлеклась ну давайте мы тогда отложим еще часть на следующую нашу встречу через две недели я думаю что самое главное в жизни это что что Глаза горели, чтобы вы делали то, что вы делаете с любовью, а не потому, что вы хотите заработать деньги. И здоровье не самоцель, я повторяю, а резервы качества жизни. Я вас всех очень люблю. И успех достигают только те, кто верит в то, что делает. Вы знаете, у нас сейчас открылось третье дыхание. Это я могу сказать после прилета с Кракова. Я смотрела на людей, я благодарна каждому, кого встретила на своем пути. Я благодарна всем, кто верит в нас сегодня. Я благодарна своей семье, что мои дети выросли в отсутствии мамы. Я благодарна своему мужу. Будьте здоровы! Будьте здоровы! urban